Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях глава постоянного представительства Международного валютного фонда Российской Федерации Габриэль Дибелла. Габриэль, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Расскажите, какова вообще цель вашего приезда в Казань? Добрый день. Для меня большая честь быть в вашем университете. Огромное спасибо. Целью моего визита является проведение двух лекций для двух институтов вашего университета. Эти лекции затрагивают вопросы, которые очень важны для России на данный момент. Слышали ли вы когда-нибудь вообще о Казанском федеральном университете? Какие впечатления о нашем вузе? Да, ранее я слышала о вашем университете, и мои впечатления только положительные. В вашем университете студенты обучаются по абсолютно различным специальностям. Также я слышала о том, что до этого, в период исторического развития университета, в вашем университете обучались очень видные деятели. Многие крупные компании разрабатывают совместно с Казанским федеральным университетом совместные проекты. Следовательно, такой вопрос. Международный валютный фонд планирует ли разработку каких-то образовательных проектов с Казанским федеральным? Я понимаю это. Конечно же, в первую очередь я хотел бы ответить на данный вопрос и хотел бы рассказать, чем отличается Международный валютный фонд от корпораций. Во-первых, мы являемся международной организацией. И что является характерным для нас, это мы работаем напрямую с государствами. То есть мы работаем напрямую с государственными учреждениями, с министерствами, с Центральным банком, например. И поэтому мы выполняем абсолютно различные функции. Например, мы предоставляем кредитование государству, когда государство находится в тяжелой ситуации, когда необходима финансовая помощь. Также мы оказываем помощь государствам и государственным учреждениям, когда требуются финансовые знания, знания каких-то экономических моментов. Для этого мы проводим обсуждения и консультации. Что касается сотрудничества с Казахским федеральным университетом, то мы надеемся, что наше сотрудничество будет реализовываться в такой форме, в которой оно реализуется сейчас. Но так как мы выполняем определенный вид деятельности, конкретный вид деятельности, который отличается от тех, которые реализуют большие компании, большие корпорации, то наше сотрудничество может реализовываться только так, как оно реализуется сейчас. Я знаю, что мои предшественники, которые посещали университет до этого, они также читали здесь лекции и они отзывались положительно о вашем университете. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество в этом ключе будет очень продуктивным и плодотворным. Мы будем очень рады продолжить это. Несколько неоднозначное отношение у нашего фонда с Россией на тот момент. Но в начале 21 века, в начале 2000-х годов Россия перешла из состояния упадка и начала прогрессировать в своем развитии. И также начала накапливать ресурсы, которые необходимы стране. И на данный момент страна не нуждается в нашей поддержке. Таким образом, на данный момент тип наших отношений, то есть наших обсуждений, носит консультативный характер. Это такой же характер, как и с другими членами Международного валютного фонда. То есть мы встречаемся, мы обсуждаем какие-то общие вопросы, которые касаются финансовой сферы, которые касаются экономической сферы. И также обсуждаем какие-то определенные вызовы, с которыми страна сталкивается и помогаем своими рекомендациями. Вот вы затронули как раз-таки 90-е годы. В России в те времена сложилось некое противоречивое мнение о валютном фонде. Как вы думаете, как вы могли бы прокомментировать, потому что многим казалось, что кредитовали на невыгодных для России условиях? Я прекрасно понимаю это впечатление, сложившееся отношение. И его в принципе можно понять, так как у людей остались плохие воспоминания о той эпохе, о том времени и также о тех отношениях и той ситуации, в которой наша страна пребывала с Международным валютным фондом. Но с другой стороны, я хотел бы сказать, что у Международного валютного фонда роль выступать в качестве помощника государством, когда им необходимо оценить их ресурсы, их возможности и то, как им нужно помочь. Конечно же, эта задача иногда бывает достаточно сложной. Наш фонд помогает странам, активно сотрудничает с странами именно в то время, когда страны находятся в тяжелом состоянии, на пороге каких-то определенных тяжелых моментов. Это тяжелые времена, они отражаются на отношении государства и населения. И таким образом население ассоциирует наш фонд с тяжелыми временами и с теми периодами, когда были проблемы с финансированием. Но также хотелось бы отметить, что у нас очень полезная функция, мы помогаем организациям, мы помогаем странам в тяжелые времена. А вы могли бы привести пример какого-то успешного сотрудничества стран с Международным валютным фондом? Что касается определенных примеров, то стоит обратиться к опыту нашего взаимодействия с некоторыми странами Европы, когда мы помогали им в непростых ситуациях. И мы оказывали им поддержку таким образом, что странам получалось возобновлять рост, странам получалось выходить снова на свободный рынок. И здесь мы говорим уже не о каких-то определенных примерах, а мы говорим о том, что деятельность нашего фонда была успешной и она помогла стабилизировать ситуацию в том или ином государстве. Ну предлагаю тогда отойти немножко от таких сложных вопросов. Расскажите, как давно вы приехали в Россию, какие впечатления о нашем городе? Я прибыл в Россию в конце июля в прошлом году и мои впечатления об этой стране, в частности о Москве, исключительно положительные. Я очень хорошо себя чувствую в этой стране. Это очень гостеприимная страна. Что касается моих впечатлений о Казани, то в Казань я приехал вчера. Казань очень интересный город, очень красивый. И что отличает Казань от других городов, это некий баланс между Востоком и Западом, который представлен в таком ярком и впечатляющем сочетании. Какие достопримечательности Казани уже успели посетить? Я не первый раз в Казани. И до этого я был в Казани в конце июля, когда меня приглашали в качестве гостя на программу Ранепа. Я думаю, что мне получится, я смогу повторить свой визит, когда он был в июле, когда я очень много гулял по городу, когда я посетил Кремль и мне очень понравилась Казань. Я надеюсь, что и дальше, в свои следующие визиты, в этот визит я смогу также любоваться Казанью. Спасибо вам за интересную беседу. Сегодня у нас в гостях была глава постоянного представительства Международного валютного фонда Габриэль Дибелла. Наша программа подошла к концу. До скорых встреч. Спасибо большое за приглашение. Спасибо вам. Спасибо.